МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В форум «Когда в душе весна» собрались 25 экспонентов, а также более сотни гостей. Прошел по экспозиции, представленной на форуме, и заместитель главы администрации Одинцовского округа Павел Кондратский. Он пообщался с прекрасными бизнес-леди и рассказал предпринимателям об участии в программе субсидирования. Я сегодня увидел, проходя по выставке, есть новые предприниматели, которые открылись, и, к сожалению, они не знают еще о тех мерах поддержки, которые есть от администрации, от Одинцовского городского округа. Поэтому, я думаю, вот такие мероприятия как раз помогают вам быть все вместе, вам дружить между собой, общаться. Общение в неформальной обстановке – одна из важных составляющих форума. Не только друг с другом, но также и с сотрудниками администрации и надзорных органов. Ведь среди гостей – представители Роспотребнадзора, Мособлгаза, Налоговой инспекции. Они напоминают участницам о важных для бизнес-леди вещах. Вы, наверное, все знаете, что налоговые каникулы для предпринимателей, которые занимаются социальной, производственной и некоторыми другими сферами, продлены до конца 2023 года. То есть предприниматель, впервые начавший свой бизнес, будет уплачивать по нулевой ставке налог упрощенная система и патентная система. Поэтому новости только хорошие. Приехал в Одинцово и глава соседнего городского округа Герман Потопчук, чтобы пригласить предпринимательниц развивать свой бизнес во Власихе. Заверил, что соседи заинтересованы в совместной работе и сотрудничестве. Организаторы мероприятия Одинцовская торгово-промышленная палата и женское бизнес-сообщество уверены – форум станет следующим витком для развития бизнеса. Здесь можно найти поставщика, партнера или нового потребителя. Некоторые участники надеются на расширение предприятия. Два года назад мы открыли три уже. В городе Звенигород большой очень магазин. Ну и, конечно же, хотим уже подвинуться и в Одинцово тоже открыть. Виктория Черноусова занимается с малышами от года. Центр комплексного развития дошкольников «Сказка» работает в Одинцове с 1994 года. Ежегодно там выпускают по 30-40 малышей. Виктория Николаевна признается, что порой быть руководителем сложно. Бывают такие периоды, когда практически нет выходных. Но я, наверное, не буду оригинальной, но я сейчас скажу искренне – только любовь к своему делу и любовь к детям, она дает силы. Одинцовские бизнес-леди представили на форуме самые разные сферы своей деятельности. Посетители увидели уникальные украшения и одежду, сувенирную продукцию и продукты питания. Познакомились с компаниями по оказанию услуг Бюро переводов и технического обслуживания автомобилей. Это второй, но не последний. Кстати, здесь можно в порядке шутки сказать, но если есть форум женского предпринимательства, то остается придумать форум мужского предпринимательства. Что-то такое брутальное. Ну, это, как говорится, пока на уровне идей. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова